Звёздный завтрак Мы решили, что всё невозможное возможно и пригласили в гости Тамару Кутидзе! Это очаровательная, красивая, талантливая артистка сегодня этим утром с нами. Тамара, доброе утро, здравствуй! Доброе утро, доброе утро! Доброе утро! Рада вас слышать, видеть, красавцы! О, хорошо! Сейчас будет ещё радостней! Да, мы готовились, точнее Артём! Наша встречабельная, приветственная! Ничего себе! Жека, Стас, Михайлов, Сумишевский С ней мечтали записать дуэт Эти треки стали вмиг хитами И в истории они оставятся лет Струны я рву так, что плачет гитара А в утреннем шоу Кутидзе Тамара Вот так вот! Вот тебе это большое спасибо! Какая красота! Я чуть с вами не запела сейчас! Тамара, ну сейчас ты запоёшь... Ну, по крайней мере, точно обрадуешься! Мы знаем, что у тебя недавно был день рождения! А поэтому от коллектива радиошансон тебе подарочки! Спасибо большое! Держись, Тамара! Расти большой! Любимый шансон! За уши дёргать не будем, но от души поцарабляем! Но Москву покажем! Да! Слушай, ну вообще, столько всего хочется обсудить сегодня с тобой! Давай, наверное, начнём с самого главного для тебя на эту минуту! Это твой первый, первый, ребята, первый большой сольный концерт в Москве! Боже, неужели это случилось? Я сама очень долго... Нет, ещё не случилось же, случится 28-го! Это случится практически, я уже в предвкушении! Ты уже мысленно на сцене! Я мысленно на сцене, очень долго к этому шла, готовилась, и сейчас, собственно, идёт подготовка большая! В общем, был тщательно подобран мой самый лучший репертуар, и я надеюсь, что моим слушателям, любимым, очень всё понравится, и вы будете довольны от моего первого концерта! Ну, для меня это, конечно, огромный этап и волнение, естественно, также... Есть страх какой-то? Страха нету, наверное, есть момент такой, хочется всё сделать настолько шикарно и хорошо, и красиво, чтобы всё это было! Ну, вот сказать, что мне страшно, нет, сколько лет я на сцене, сколько лет я пою от души для вас, поэтому... Ну, расскажи, расскажи, что... Чем будешь удивлять? Да, что там будет красивого? Чем будешь удивлять? Декорациями, приглашёнными звёздами... Сколько платьев ты поменяешь за время выступления? Гардеробами, да, да, всё расскажи! Вот это вот маленький секрет, но я расскажу о том, что у меня, конечно же, в гостях будет мой любимый Евгений Григорьев, Ириночка Круг... Так, хорошо! Ну, Стас Михайлов должен был быть, но, к сожалению... О, неплохо! Я как этот, знаешь, что... Ярослав Сумишевский... О! То есть, ну, к сожалению, у них гостей... А может быть, видеоконференцию с ними можно будет устроить? Хотя бы по WhatsApp... Ну, вообще, я бы хотела, было бы очень классно... Чтобы они там поздравили, вывести их на экран... А вот скажи, артисты, которых ты перечислила, они свои песни будут петь дуэтные с тобой, либо что-то твоё вообще? Ну, вообще, прозвучат мои любимые песни в исполнении моих любимых артистов, конечно же, пить с ней вино Евгений Григорьев будет исполнять эту песню мою любимую, но, конечно, наша дуэтная песня прозвучит, новиночки будут тоже... Ирина Крок, что споёт? Кстати, у меня в гостях ещё Алексей Петрухин, вот. Да. Как где... Вот с Алексеем у нас планируется дуэт, который ещё никто не слышал, и будет премьера, скорее всего. С Петрухиным дуэт? Да. Слушай, это же как бы... Даже мы это не слышали. Не то чтобы... Такая песня, друзья, ух... Взрослая? Взрослая? Она не взрослая, она такая вот... Танцевальная? Танцевальная, яркая, зажигательная, такая грузинский стиль смешанный с таким... Мы знаем с чем, с кубанским казачьим хором. Примерно это будет такая тема, ну, очень классно получилось. Кайф вообще какой. Скоро услышите. Слушай, а у тебя приглашён танцевальный ансамбль «Метехи». Они будут сопровождать все номера, либо они вначале бахнут, знаешь, когда большое шоу идёт? Вообще, я надеюсь, что у меня будет такая вот грузинская такая тема в концерте, и я поговорю о своей родине, я расскажу немножко о своих, как бы, корнях, где я выросла, как вообще проходило моё детство. Выражу всю любовь к своей родине, и, конечно, вот, ну, грузинские танцы, сами знаете, они очень яркие, очень запоминающиеся, и, конечно же, вот в этом вот, по-моему, сделаем так, что это будет очень классно и красиво. На грузинском языке петь будешь? Конечно. Тоже будет, да? А как же. Слушайте, ну это что такое грандиозное прям готовиться? Надо однозначно идти, ребята. Идёт большая подготовка, на самом деле, у меня очень много, ну, каждый день мы репетируем с музыкантами, и планируется большое такое яркое шоу, и надеюсь, что это будет не последнее моё шоу. 28 октября. Культурный центр «Меридиан». Первый сольный концерт Тамары Кутидзе. Программа называется «Очень красиво. Звезда с глазами солнца». Это прям, прям так высоко. Много приглашённых гостей. Билеты, кстати, можно приобрести на сайте кассир.ру и на сайте артистка.шоу. Но сегодня Тамара с подарками, и мы разыграем сегодня два билета на её первый сольный концерт. Так что дозванивайтесь, если хотите попасть и на всю эту красотищу посмотреть, послушать. 223-35-0. Звёздный завтрак. Но пока кто-то обжигает своей страстью, Тамара Кутидзе будет своим музыкальным солнцем обжигать всех, кто придёт. 28 октября в культурный центр «Меридиан» на её первый сольный концерт «Звезда с глазами солнца». Кстати, мы разыгрываем билеты, так что кто из Москвы... Да, друзья, приходите. Да, ближайшего Подмосковья. Звоните. 223-55-50. До музыкальной паузы Тамара рассказала, что нереальное просто шоу готовится. Тамара, ты вот затронула тему сотрудничества с Ириной Круг. Где вообще и как вас свела судьба? Расскажи, пожалуйста. Мы очень долго друг к другу присматривались. Я Иру знаю, естественно, давно. Я слушаю её песни, восхищаюсь ею, как красивой женщиной. Тем более в нашем жанре. Это для меня вообще, конечно, номер один из женщин, так сказать, певиц замечательных. Сейчас где-то всплакнула любовь Успенская. Ну, она так всплакнула. Я думала, он же... Мне нравится Ира. И, в общем, долго друг к другу присматривались. И она мне потом уже рассказала, что смотрела мои клипы, слушала мои песни. Есть такой Дмитрий Дубинский. Есть, конечно. Знает его как Дмитрий Жук, наши слушатели. Да, Дмитрий Жук, который написал нам уже, в принципе, много песен, Ирочке. И вот он как бы нас так абстрактно, мы были знакомы, в общем, и мы поздравили друг друга с Новым годом. Потом мы встретились на концерте. Говорю, можно с вами сфотографироваться. В общем, вот так вот мы познакомились. Говорит, я за вами давно уже наблюдаю. И вот как мы пришли к этой песне, совершенно случайно мне показал Владимир Ильичев текст песни нашей, ну, Ирочке. И как-то вот Ира говорит, слушайте, я прям вижу в этой песне дуэт. И вот так вот как-то вот так сложилось, что вот мы вот сейчас вот с ней... Это женский гимн, я не скажу вам, как называется песня, это секрет. Так вы уже клип успели снять, правильно, на эту песню? Мы сняли клип на эту песню буквально неделю назад. Кайф. В общем, мы с ней такие красотки, скажу. Ну, конечно. Какая песня замечательная. Просто, ну, это женский гимн, это будет нечто. Ну, хорошо. То есть люди, которые придут 28 октября, они эту песню обязательно услышат в вашем исполнении, да? Я думаю, что сначала все-таки мне хотелось бы сделать релиз этой песни, а уже после, наверное... То есть надеяться на то, что придешь и услышишь эту песню, не нужно пока. Рановато, рановато. Пока нет. Пока нет. Елена из Москвы у нас на связи. Елена, утро доброе, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, смотрите, сейчас небольшой вопрос о творчестве Тамары Кутидзе. И если отвечаете правильно, 28-го числа в красивом наряде мы вас отправляем в Меридиан на первый сольный концерт Тамары. Вы знали, что Тамара Кутидзе участвовала в «Голосе»? Да. Знали, да? Хорошо. Даже если вы сейчас врете, сейчас проверим. Какую песню Тамара Кутидзе пела на слепых прослушиваниях? Это песня «Дбилисо». Это песня «Сулико». Либо это песня «Чито Грито». Еще раз. Это песня «Дбилисо». Это песня «Сулико» или «Чито Грито». Или это все-таки песня «Дбилисо». Или «Чито Грито» и «Сулико» там какая-то. Лена, ну вы что? Ну что же вы? Ну как вы? Ну так что, все-таки «Дбилисо» или «Сулико». «Сулико». Не страшно. Придется Елене через кассу все-таки попасть на этот концерт. Да. Лена, кстати, для вас два сайта. «Кассир.ру» и «Артистка.шоу». Так, Тамара, ну раз говорим мы о сотрудничествах, ты говорила, что Стас Михайлов может попасть еще на твой концерт. Ну конечно, он был приглашен, и он был за. Просто, к сожалению, у него гастроли, концерты, конечно же. Такого артиста пригласить к себе не так легко. И у вас тоже совместная песня? У нас совместная песня. У нас вообще вот с Владимиром Ильичевым как-то, он все время меня с кем-то знакомит. Он меня познакомил со Стасом Михайловым. Так. Стас Михайлов мне лайкал фотографии в Инстаграме. Ну то есть вот тоже присматривался как-то и, ну, в общем, тоже вот так вот познакомил. А ты просматриваешь, кто тебя лайкнул, да? Не, ну конечно, там Михайлов лайкнул. Такой-то лайк заменил. Там сразу, там сразу, вот такой значок, звучок точнее в телефоне. Нет, ну, мне кажется, приятно. И как-то многие артисты, вот певица Зара меня знает, допустим, я вот недавно тоже с ней познакомилась. И, ну, тоже было, ну, знают, любят их, хорошо. Слушай, хочется спросить, кто дальше, Тамара? Ну уже такие топчики пошли. С кем дальше ты себя видишь, скажем так? О чем еще мечтать после Жеки и Михайлова? Есть ли вообще какие-то мечты? Ну, я думаю, что, наверное, дальше уже нужно как-то самой больше, да, показывать свое творчество. И все-таки хочется какой-нибудь новый зажигательный хит. Кстати, вот, говоря о хите, завтра у меня состоится премьера песни моей. Так. Новый. Я хочу сказать тебе, Наталье Касимцева. Угу. Игорь Аравский. Угу. Музыка Аравского слова. Это лирика, судя по названию? Это лирическая песня по настроению. Ну, вообще, в целом, эта песня, ну, она такая достаточно, не то, что лирическая, она с определенной историей, как рассказала мне Наталья Касимцева, она написала эту песню, когда не стала ее мамой. И для нее эта песня немножко вот как-то вот с другой стороны. Угу. Именно и тексты, все вот это эмоции ее, она решила выразить в этом тексте. Для меня эта песня о любви, она достаточно лирическая, красочная, и вот как раз-таки осенняя такая вот. Ну, в общем, ждем. Завтра релиз новой песни Тамары Кутидзе «Я хочу сказать тебе». Ну, а ваши звонки принимаем на 223-3-5-0. Звездный завтрак. Уже очень скоро, 28 октября, в культурном центре «Меридиан» со своим первым большим сольным ярким концертом. И, возможно, на этом концерте окажется наша слушательница Наталья. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Наталья. Наталья, ну все просто, мы задаем вопрос, если правильно отвечаете, билеты на концерт Тамары ваша. Тамара мамочка, вы об этом знаете, Наташа? Да. Знаете, да? Кто у нее родился мальчик? Девочка, да, кстати. Двойня? Девочка, дочечка. Дочечка. Так вот вопрос, ну элементарный. Как Тамара назвала свою дочечку? Евгения. Ева. Елизавета. Екатерина. Все просто. Ева. Молодцом! Да, молодец. Да, молодец. Я вас поздравляю. Такие люди достойны, чтобы оказаться 28 октября. Ну что, встречаемся на концерте? Да, да, да. 28 октября в 19 часов начала. В культурном центре Меридиан. Тамара, как Ева, кстати, расскажи. Растет Ева. 9 месяцев. Хулиганит Ева. Поет Ева. Да. Серьезно? А ты вообще смотрела ее реакцию на твои песни? Она понимает, что мама... Я люблю эту песню, Шанель, вообще обожаю эту песню. Так, ну я тебе хочу сказать, что мы тоже ее обожаем. Я говорю, очень любит папу. Вот все время, мы говорим, скажи мама. Ну, она сказала в один день и папа, и мама. Вот так вот, представляете, сначала утром мама, а вечером папа. Но чаще всего она почему-то говорит папа, папа. Говорю, она любимица вообще папы и очень любит папу. Никак вот не получается ее заставить сказать мама. Класс вообще какой. Слушай, а как же гастроли ребенок, Тамара? Ой, для меня это, конечно, очень тяжело. От многих выступлений я вот, к сожалению, пока еще отказываюсь, потому что хочется все-таки до годика как-то с ней побыть подольше, побольше, чему-то ее научить. Причем сложно. А даже и сейчас вот я уезжала, и не успела ее накормить. И вот для меня это какая-то такая вот уже душевная боль. Мне хочется скорее домой и вот скорее к своей дочке. Класс какой. Поэтому будем как-то совмещать концерты и воспитание дочери. Она очень музыкальная, очень яркая девочка. Ты бы хотела, чтобы она тоже в будущем пела? Нет. Почему? Потому что это сложно. А что легко сейчас в этой жизни? Мне бы очень хотелось, чтобы она стала врачом. Да это все мамы так говорят. Желательно стоматологам. Желательно, чтобы своя клиника. Вот, кстати, стоматологам, своя клиника. Вот как-то так. Я тоже думала банально, но все-таки. Но, во-первых, это достаточно, я уже повторю, что это сложно. Это требует затрат силы. Это практически, ну, сколько, 20 лет я занимаюсь музыкой. Очень долго шла к своим целям каким-то. Это постоянная борьба с собой внутренне. Все время нужно красиво быть. А если все-таки она в один прекрасный момент придет и скажет, мама, что бы ты ни говорила, медицина это классно, я хочу все-таки петь. Ты будешь сопротивляться или ты тогда все-таки сдашься? Да, я буду сопротивляться. Я буду строгой мамой и буду решать вопросы. То есть в этой семье ты злой полицейский, да? Папа добрый, ты злой, нет? Да нет, ты не злой полицейский, но вот все, что касается учебы, это вообще для меня. Ну и в целом буду решать многие моменты ее жизни. Как говорится, устами младенца глаголит истина. Еве понравилась песня «Шанель». Нам безумно она понравилась. И 28 ноября... Я про «Разгуляй», чтобы 26 ноября в «Мегаспорте» на музыкальном марафоне их «Разгуляй» Тамара Кутидзе исполнит эту песню. Тамара, для тебя вообще вот такие большие площадки, да, как, допустим, «Мегаспорт», многотысячные. Это волнительно? Либо, как ты говоришь, я уже столько лет на сцене, ну что? Я вообще, честно говоря, люблю большие залы. Крокус Сити Холл, Кремль. Вот там вот я себя чувствую хорошо. Вот в маленьких залах мне как-то хуже работается, чем в больших. «Мегаспорт» — не маленький зал. «Мегаспорт» — я знаю, я выступала в прошлом году как раз таки, но люблю большие залы. Это стадион. Люблю мощь, люблю людей, люблю энергию вот эту вот людскую, когда все такие заряженные и веселые. Мне вот, честно говоря, иногда удивляюсь публике, бывает такая публика, когда вот они такие вот какие-то все скучные, грустные. Друзья, не будьте грустными, будьте живыми на моем концерте, получайте удовольствие от песен, радуйтесь жизни. Ты будешь танцевать на концерте? Конечно, я буду с вами со всеми танцевать. Кстати, я вас тоже приглашаю на свой концерт и буду рада вас видеть. Слушай, а расскажи, когда стоишь за кулисами, ну, допустим, за кулисами разгуляя, там тоже есть какая-то магия, волнение или там все тихо, спокойно? Вообще, вот как я помню, на их разгуляя пробежал мимо меня Евгений Григорьев, вот так вот мне, глазом так, раз, и все, вот так у меня проходит. А, вот так вы, понятно, вот так вы общаетесь. Важно тебе, каким номером будет твое выступление? В начале, в середине, в конце? Есть ли какие-то пожелания? Или тебе все равно, куда поставит режиссер, там и выступишь? Ну, вообще, всегда я выступаю вот с самого детства, почему-то в самом конце. Ну, где-то ближе к концу. Так это топчики всегда под конец, это же... Но в начале тоже, извините, надо раскачать, раскачать. Ну, для меня это вообще никакого значения не имеет, для меня, главное, мои зрители, мои слушатели и вообще в целом, вот, публика, конечно же, а все остальное, все это такое, знаете, можно и в начале так зажечь, и в середине, и в конце. Расскажи, песню «Шанель» ты будешь петь в платье «Шанель»? Вот так примитивные мысли. Я вот, на самом деле, к брендам так отношусь относительно. У меня будет очень красивое платье, вот, кстати, этот шьет для Дженнифер Лопес, и вот решил для меня тоже вот шить такое платье и подарить мне даже. Подарить, друзья, представляете, как? Подарить платье? Ничего себе! Вот так вот, дизайнер такой замечательный, не буду говорить его имя, но, в общем, у меня вот такое шкарное платье. Он тебе подарок сделал, а ты даже имя не говоришь. А скажи, пожалуйста, после того, как ты спела песню «Шанель», Ирина Круп ничего тебе не предъявила? У нее же тоже есть... С таким же названием. С таким же брендом, да, композиция. Ну, кстати, вот, долго мы думали, как же назвать эту песню, но вот всячески и так, и так, и так, но в итоге... Нет, Ира ничего не сказала, вообще, ей очень нравится, как я пою, вот, как раз-таки на ее сольном концерте в Крокус-Сити-Холл она познакомила меня с своим зрителем, сказала, что скоро у нас состоится дуэт, Ирочка, я тебя очень люблю, передаю тебе большой привет. Ира, мы тоже тебя очень любим, всегда ждем, кстати, в гости. Доезжай, пожалуйста, к нам. Расскажи, твой номер на «Разгуляй» будут сопровождать танцоры, либо ты выйдешь одна, там, свет софита, на себя луч будет направлен, как это будет? Режиссура уже какая-то была вообще? Была, была, конечно, и концерт мы готовим с режиссером, а что касается песни «Шанель», у меня такие девчонки красивые, у меня их шесть. Как Дженнифер Лопес? Ну, они такие, чуть не такого склада, конечно, они шикарные, длинноногие, красотки, я говорю, девчонки, говорю, смотрите у меня, чтобы там не совсем все так, я должна быть яркой, красоткой. Обычно же, знаешь, артистки всегда берут шоу-балет чуть пониже и потолще, чтобы на фоне выглядеть. А у меня девчонки просто повыше и похудее. Вот так вот ты решила, да? Ну что, тогда 26 ноября увидим, что из этого всего получилось на музыкальном марафоне. Не забывайте, это уже, да, эх, разгуляй, конечно. Слушай, а ты вот так вот рассказывала про дизайнера, вообще вот эти концертные наряды, они, это большая статья в бюджете твоем? Это большая дыра, наверное, в бюджете, а не статья. Ну, представляете, каждое выступление, это новое платье, дорожка музыкальная, там, тоже новое платье, выход в свет, это новый костюм какой-то. Ну, естественно, каждый раз что-то новое. А у этих вещей потом в жизни есть старая? Да, продолжение есть. Или нет? Ну, есть, конечно. Second Hand называется она или как? Нет, я вот раздариваю, допустим, своим подружкам. Так, Анечка, Анечка, оживилась, оживилась, глазки заблестели. У меня подружка дедала, как раз, мне говорит, слушай, у тебя столько обуви, она мне говорит, покажи мне свою гардеробную. Значит, я вот ей по камере показываю, она говорит, слушай, подари мне что-нибудь. То есть, ну, есть даже обувь уже. Напрямую. Короче, Тамара, ты все делаешь неправильно, ты нас, Аня, приглашай, а не на концерт, а к себе домой, в район гардероба. А еще есть такие костюмы, знаете, которые там, вот 10 лет назад я вот в этом выступила на конкурсе. А вот там где-то вот это вот, да, это вот так вот тоже вот их не хочется так с ними расставаться. Так, ну что, давайте чуть дальше пройдем не в гардеробную, да, а куда-нибудь там, 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 где деньги лежат. Звездные деньги на радио Шансон. Тебя приглашают в дом, где деньги везде лежат, Анечка. Замара, давай поговорим о деньгах. Ты можешь назвать себя богатым человеком? Ну, в материальном плане. Относительно. Ну, я не нуждающийся человек, это 100%. Я, да. А творчество, это единственный твой вид дохода? Или у тебя есть какие-то бизнесы, может быть, там, я не знаю. Может, у тебя есть фабрика заколок где-нибудь под Тулой? Нет, на данном этапе пою. А есть мысли какие-то? Ты бы хотела? Ну, у меня была же школа, студия вокальная. Вот я хочу что-то такое грандиозное организовать, но чуть попозже. Детская, взрослая? Ну, взрослая и детская. Как этого я туда не поступить никогда, мы это уже поняли. Какой самый дорогой подарок подарил тебе Игорь? Ой, господи. Сейчас муж, уточни муж. Конечно, все знают. Буквально вчера или позавчера он мне подарил кабриолет новый. И теперь ты тоже сядешь. Ну, это так. Габриолет. Я запою песню Любы Свенской. Игорь, молодец. Все понимаешь, китайский автопром, а тут вот как хорошо. А, это может быть китайский кабриолет. Сейчас пока никто не уточнял, понимаешь? Он тебе песни дарит, Тамара. Это бесценное вообще наследие. Он меня просто любит. Представьте, как это ценно в нашей жизни. Когда тебя просто любят. Все остальное это все дело такое. Слушай, можно я сейчас воспользуюсь случаем? Муж, ты же меня тоже просто любишь. Вот он сейчас просто меня слушает. Аккуратнее. Если он сейчас за рулем, он может... Подари мне что-нибудь такое, чтобы я тоже сказала, вау, кабриолет. Так, идем дальше. Тамара, в детстве тебе давали карманные деньги? А, конечно. Мне всегда родители, я никогда не нуждалась в деньгах. На что тратила? Ой, на шмотке. Серьезно, да? Да. Это восемь пар сапог. Я с детства люблю красивую одежду. У меня вот даже муж сейчас, уже даже на этом этапе, конечно, я жуткая барахольщица, можно так сказать. По-другому это не назовешь. Все знают, да, что я люблю красивые вот это все. Женские украшения, наряды. Это вот моя тема. Какая сумма должна быть в твоем кошельке или на твоей банковской карточке, чтобы ты спокойно, без нервов вышла из дома? Какая сумма должна греть твой карман, сумочку? Слушай, ну, я человек такой приземленный, но будет у меня там 300 тысяч, хорошо? Подожди, в день. На карточке? А, ну в день. Да. Ну, не могу сказать такое, не знаю, по-разному бывает. А может быть, она сейчас сказала 300 тысяч в день, а мы прям в день, Тамара. Ну, 300 тысяч в день, это, конечно, чересчур, ребят. Но я все-таки обычный человек и как бы, ну, сто. Ну, не сильно. Не будем уточнять чего, чтобы не травмировать людей просто. Тамара, тебе поклонники дарили когда-нибудь конверты с деньгами? Нет. Не бывало такого, да? Не помню такого. Это были гонорары, Ань. У артистов это по-другому называется. Нет, цветы, да, это цветы. Кстати. Гонорары, да. Да, это уже в конверте. Смотри, тут был когда Григорьев, он заказал на свой сольный концерт, а у него же день рождения был. Мы говорим, что подарить тебе Женя? Он говорит, да коньяк пусть несут. И ему реально там сцена была вся в коньяке. Что хочешь, Тамара, чтобы принесли? Люди вот придут к тебе вот скоро. Сейчас только не торопись с ответом, подумай хорошенько. Я бы сто процентов уже знаю ответ на этот вопрос. Мне очень нравятся цветы. Я люблю цветы. Мне так нравятся цветы, когда их много. Какого цвета? Любимые есть цветы? Розы очень люблю. Розы красные. Белые, красные. Красные? Бордовые такие, да? Бордовенькие такие, ух, красивые. Вот мне муж дарит такие тоже красивые пионы. Я вообще очень люблю цветы. Для меня это так красно. Мне нравятся какие-то открыточки, когда вы дарите мне игрушки. Мягкие? Да, я их сохраняю. Мягкие игрушки. А ты не коллекционируешь? Просто некоторые есть, допустим, дарите мне только коров. Кто-то говорит, дарите мне только свинок. У тебя нет вот такой именно пунктика, что только такое должно быть животное? Нет, такого помешательства у меня нет, честно. То есть любые мягкие игрушки? Абсолютно любые. Все приятно получить от вас, друзья. И вообще, в целом, конечно, я хотела, я всегда это говорю и буду говорить, что я благодарна своим поклонникам, поклонницам, дорогим моим слушателям, которые бесконечно пишут комментарии, которые ждут мой концерт. Как написала мне одна поклонница, да пропади ты все синим пламенем, я буду у тебя на концерте. Прекрасно, прекрасно. Буду, говорит, танцевать, зажигать, и да вот это поклонница. В общем, ребята, спасибо вам большое за то, что у меня есть. Приходите все ко мне на концерт. В Меридиан с красными розами и с мягкими игрушками на сольный концерт Тамары. А потом, 26-го, повторите в ноябре уже во Дворце спорта Мегаспорт. А всю свою любовь Тамаре Кутидзе вы сможете подарить и выразить 28 октября в Меридиане на ее первом большом сольном концерте, который называется «Звезда с глазами солнца». Тамар, кто придумал название такого? Или есть такая песня у тебя? Это название песни. Угу. Название песни. Название песни. Ну, конечно, вот эта звезда, ну, начать же надо с чего-то такого яркого. Вот я и начала. На афише глаза? Звезда с глазами солнца, да. Ну, такой кадр достаточно близкий. Мы сейчас просто специально цепляемся к глазам, на самом деле, потому что у нас для тебя есть тест. Я сейчас людям, кто смотрит прямую трансляцию на сайте ВКонтакте, Одноклассниках покажу. Вот у нас есть несколько видов. Девять. Девять глаз разного цвета. Разного цвета вида. Том, возьми, посмотри внимательно, вот какие глаза тебе вот прям вот, ну, вот, понравились. Сколько можно выбирать? Одно, две, пару? Мне вот очень нравится, это на моего глаза похож, шестой вариант. Это какого цвета глаза? Карие, такие медовые. Покажи, пожалуйста, картинку. Карие глаза, так, хорошо. Почему-то я тоже выбрал их. И давай еще одни, наверное. Еще одни, но для меня похожи, вот девятые. Карие и голубые глаза. Шесть и девять. Шесть и девять. Да, шесть и девять. Ну, а что это означает, нам поможет разобраться психолог Ольга Латынцева. Ольга, здравствуйте, доброе утро. Доброе, доброе. Доброе утро. Пожалуйста, повторите номера. Шесть и девять. Шесть и девять. Карие и голубые, Ольга. Карие. Едовые такие. Да. Что скажем? Ну, неудивительно, что понравились именно эти номера. Шесть. Это чувствительная личность. То есть это очень творческая личность, которая все пропускает через себя и чувствует прям вот кожу. Интуиция работает на максимуме. И также девять пересекается. Интуитивная личность. То есть это человек интуиция, крайне целеустремленный человек. Несломляемый, непотопляемый, жизнерадостный. За все, что берется, получается отлично. Слушайте, как много можно сказать просто по картинке. Слушай, ну, конечно, если шесть и девять, это единственные нормальные человеческие глаза. Во всех остальных это какие-то замки, часы и сердечки и прочее. Земля даже есть. Ольга, спасибо большое, Тамара. Ну, теперь мы про тебя знаем абсолютно все. Это точно. Ну, есть, да, некие совпадения, конечно. Я целеустремленная, да. Слушай, спасибо тебе, что сегодня ты поставила цель приехать к нам с утра по Райсу. Спасибо. И приехала. Мы рады тебя очень сильно видеть. Спасибо, Жаимна. Желаем тебе хорошего концерта. Мы придем посмотреть. Заинтриговала просто, что же там будет происходить. Что там будут за платья, Анечка? Анечка, потому что она что может перепасть? Уже так будет смотреть и уже мысленно. Анечка, между прочим, любит мое творчество. Она меня знает очень давно. Я очень жду вас всех. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо. И любимое радио шансон. Спасибо большое. Ну и в ответку мы, конечно же, будем тебя с удовольствием создать 26 ноября в Мегаспорте на музыкальном марафоне. Эх, разгоряй. Так что надолго, Тамара, не прощаемся, как ты понимаешь. Мы говорим вам до свидания. До завтрашнего утра. У нас завтра пятница. Завтра в «Звездном завтраке». У нас ребята из группы «Республика». Так что слушайте нас внимательно. Аня Каверина. Артем Демин. Счастливо. Звездный завтрак.